Девушки отдыхают Пусть они проживут досидин Но сметет их минутная стрелка Звать меня Кузнецов Я один Остальные обман и потек Я с ним был знаком И я полагаю, что очень близко знаком Потому что он несколько раз приезжал в Якутию Он любил наш край Он через посещение окраина огромной страны Он как бы ощущал свою родину Солдат оставил в тишине жену и малого ребенка И отличился на войне, как известила похоронка Зачем напрасные слова и утешение пустое Она вдова, она вдова Отдайте женщине земной И командиры на войне такие письма получали Хоть что-нибудь верните мне И гимнастерку ей прислали Она вдыхала дым живой К угрюмым складкам прижималась Она опять была женой Как часто это повторялось Годами снился этот дым Она дышала этим дымом И ядовитым, и родным Уже почти неуловимым Хозяйка юная пошла Пока старуха вспоминала Углы от пыли отмела И гимнастерку постирала Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поэзия Юрия Кузнецова Отличается тем, что она во многом пророческая За это время Одно из самых трагических времен Для народа нашего И для государства Случилась великая удача На небосклоне русской литературы Взошла одна из самых ярких звезд Звезда Юрия Кузнецова Многие еще не оценили Но Мне кажется Оценят наши потомки Уже потом По прошествии времени Как всегда это бывает Юрий Кузнецов Мне кажется Пророком Возвестившим Воскресение Русской цивилизации Которая Сшила в одно Единое целое Западную И восточную Целовеческую цивилизацию Шел отец Шел отец Шел отец невредим Через минное поле Превратился в клубящийся дым Ни могилы Ни полей Мама Мама Война не вернет Не гляди на дорогу Столб Крутящийся пыли Идет Через поле К порогу Словно машет Из пыли рука Светят Очи живые Шевелятся Открытки На дне Сундука Фронтовые Всякий раз Когда мать его ждет Через поле И пашню Столб Клубящийся Пыли Придет Одинокий И страшный Он был маленький И мать Этому рассказывала Конечно Но ведь отец В момент Когда освобождал Свою родную Станицу Олексеевскую И где жили Его Жена С тремя Детьми Он Жена Виллиса С простреленным Стеклом Приехал Сказал Раиса Забирай Поехали И он Увез их В Тихорецк И так В два годика Он спас Юрия Поликарповича Потому что Дальше пришли немцы У них были все Списки командирских семей Там расстреляли всех И не было бы у нас Такого поэта Здесь была школа 37 Маленькое такое Побито здание Еле-еле стояло Заботник такой Вот А чуть дальше Будет домик Где жил Кузнецов Юрий Поликарпович Кузнецов Вот сейчас Этого дома нет Его снести Потом бабушка Его жила Вот Со своим двориком Маленьким Дворик был Собор Такой Ну все было Как у людей Ну сейчас Все это снесну Это надо С детства Смотрите Это примерно Демочка Да-да Демочка Вот там Они были Там Вот там был Его домик Да А вот Это место Да После войны Мы их дети Прибегались Поиграться Гулять Это было Любимое место Со всего города Сбегались А пацанма Здесь был Кинотеатр Летний Рядом Летний Четыре стены Так мы Пацаны залазили На деревья И смотрели Сверху Кино Бесплатно Ну вот Это было А вот сейчас На этом месте У нас строило Такое здание Это Закш построили Да Ну что ж Что делать Это место Называлось Разбитка Разбитка Ну где играют Мальчишки Они в разбитке Играют Юрий Поликарпович И нам все Рассказывали Что вот это место Так вот Тем более Реал Славится Жили недалеко Оттуда прибегали И играли В разбитке Вот здесь И вот еще Там дырка была Они любили Туда залезть И с той дырки Смотреть Это самое важное место Было Детям что Они не понимают Как будто Вовсе Не было Отца Тема Как будто Вовсе Не было Отца Я думаю Промелькнет Только Один раз Юрий Поликарпович Очень серьезно Чувствовал Вот Не расставание С отцом Именно Не расставание Вот Такое Общее слово Раньше Раньше Мой отец Лежал один Потом Его Перезахоронили В общую могилу Лет 15 Назад Мы с матерью Приехали сюда Искали Старожил Показал место Братского захоронения На этом месте Стояло Малиповатое Подобие Памятника Бойца с автоматом И начертано Старший лейтенант Я не буду называть его фамилию Она известна Тут лежит один Воскликнули мы в один голос Тут лежат все Ответил Старожил Я отогнул бумажный венок Прочитал И дыр Что означает И другие И содрогнулся Что значит Дыр Когда тут Братская могила Тут лежат Сотни погибших И у них есть имена Это Забвение многих Ради памяти одного Значит Бывает И такое И опять Новое Перезахоронение Ныне На обелиске Начертаны почти Все имена погибших Память Почти восстановлена Краснодар Здесь он проучился Всего год Попал он На курс С удивительными На наш взгляд Сейчас Людьми Это имена Поэтов Вадим Петрович Неподоба Юрий Поликарпович Кузнецов И Здесь Они узнали О судьбах Своих отцов И это Их связало На всю жизнь Те, кто жили В общежитии С Юрием Поликарповичем Вспоминают Что Комната была Большая И народу было много Поэтому Постоянно шли Какие-нибудь Споры Разговоры А Юрий Поликарпович Тумочек Тогда не было Он сидел На своей кровати У него всегда Было так Вот здесь Вот стопочка книг Все сидят Разговаривают О чем-то спорят Он участвует Но при этом Он берет книжечку Листает На коленях Лежит Записная Книжечка У Юрия Поликарповича Очень много было Таких записных Книжечек Куда он записывал То, что важно Для него И вот он Чилистает Раз что-то Запишет Свою книжечку Разговаривает И Они даже Не замечали Как с этого Конца Он клал Прочитанные Книги суда Уже Большая часть Книг Находилась С этого Конца Вот так Этот человек Умел Работать Он Оставался И с теми Кто рядом И в то же Время Он был всегда В какой-то Другой Плоскости Что ли В какой-то Но даже На каком-то Другом уровне Мышления Что на могиле Мне твоей Сказать Что не имел Ты права Умирать Оставил Нас Одних На целом Свете Взгляни На мать Она Сплошной Рубец Такая Рана Видит Даже Участь Чего Мне Ждать Летит За годом Год Отец Кричу Ты не Принес Нам Счастья Мать В ужасе Мне Закрывает Род Он не признавал Всего того Что творилось При Горбачеве И Ельцине Не признавал В резкой Категоричной Форме И отсюда Отношение К нему Телевидение И масс Медиа Был еще Другой момент Кузнецов Был сложным Человеком В своем Понимании Поэзии Он ее понимал Как миф И считал Мифотворчество Основой Поэзии Он считал Что Наша поэзия Ее значение Влияние Людей Возродится Тогда Когда мы Обретем Ту силу Какую Имел Один герой Его Стихотворение Странник Который В горсти Нес частицу Четвертого Рима Что называется Вот Да И от этой горсти От этих Неских песчинок И пойдет Воскрешение Воздух Полон Богов На рассвете На закате Сетями Чреват Так мои Кровеносные Сети И морщины Мои Говорят Я покрылся Живыми Сетями Сети Боли Земли И огня Не содрать Никакими Ногтями Эти Сети Растут Из меня Может быть Сам с собой Я схватился И чем больше Рвалось Тем сильнее Я запутался И превратился В окровавленный Узел Страстей Делать Нечего Я погибаю Самый Первый Последнем Ряду Перепутанный Мрак Покидаю Окровавленным Светом Иду Бог Свидетель Как шел Я по жизни Дальше Всюду И дальше Нигде По Святой И Железной Отчизне Поживой И Помертвой В воде Я Нигде Не умру После Смерти И Кричу Разрывая Себя Где Ловец Что Расставил Мне Сети Я Свобода Иду На Тебя Вы знаете Он Всегда Он очень мало Говорил Очень мало Говорил Вот И очень Как-то Молчал И даже Как-то Но Вот Из него Что-то Шло Вы знаете Вот Великие Люди Они Интересны Еще тем Что Молчанием Даже Он молчит А ты чувствуешь Его присутствие Чувствуешь Как-то Что Согласен С тобой Или не Согласен Он такой Вот Был Немногословный Довольно Довольно Немногословный Вот Он Производил Впечатление Одинокого Прежде всего Потому что Он был Вот я говорю Как великан Среди Так сказать Все-таки Не великанов Так сказать Среди Скажем Обычной Публики Понимаете А ему Он не любил Говорить о пустом Способность Кузнецова Примагничивать К себе Читателя Была Очень Велика Редкое Его качество Ни жаром Ораторским Ни хитросплетениями Речевых Построений А сильной Внутренней Сосредоточенностью Своей Вот он Намагничивал Человека И даже Его Неполные Приятели Попадали Под действие Его Обаяния И Магнетизма Глубокая Русскость Патриотизм Его Мощь От него Исходящая То есть Чувствуется Что он Очень глубоко Зачерпывал В историю В психологию Человеческую В идентификацию Того Кто называется Русским Человеком Мне помнится В послевоенный год Я нищего Увидел У ворот В пустую шапку Падал Только снег А он Его Вытряхивал Обратно И говорил При этом Непонятно Вот Так И я Как Этот человек Что мне давалось Тем и был богат Не завещаю Отдаю Назад Объятия Возвращаю Океаном Любовь Морской волне Или туманом Надежды Горизонту И слепцам Свою свободу Четырем Стенам А ложь Свою Я возвращаю Миру В тени От облака Мне Вырыти Могилу Кровь Возвращаю Женщинам И нивам Рассеянную Грусть Плакочим Ивам Терпение Неравному В борьбе Свою Жену Я Отдаю Сказанная Силу Тут же Ничего не поделаешь Придется Пересилить Свой страх Ну а что Сказать Ну может быть Вы все таки Прочитаете А потом я пойду К нему Я говорю Нет Я читать не буду Потому что Все зависит от него Но я посмотрел Я посмотрел Я посмотрел Ну стихи такие Как говорится Не Богу свечка Не черту кочерга Можно и печатать Можно и не печатать Ничего страшного не будет Ничего Никакой потери не будет Если они не будут напечатаны Но и отказать тоже трудно Вроде все грамотно Так сказать Да Вроде все грамотно Я говорю Ну мне ее жалко стало Я говорю Знаешь что Скажи что я отнесся К твоим стихам благосклонно Она ушла Минут через десять Возвращается Ко мне поднимается Заплаканная Я говорю Что делаю Дедка что с тобой Да вот Ничего не получается Стас Иславович Отказал он мне Я говорю Как расскажи Ну как Я вошла Он говорит Что у вас Я говорю Стихи Он говорит Ну давай Давайте Да присядь Я при вас Прочитаю Он сказал А дальше что было Он прочитал Подошел к двери Открыл дверь Ну мол уходи И протягивает Мне мои стихи Я не знала Что делать И может От растерянности Сказала А между прочим Станислав Куняев Отнесся к моим Стихам Благосклонно Он подумал Несколько секунд И сказал В этом кабинете Куняев Это я Горит Горит в свечах В созвездии Водолея А на земле Идут Мои века Напоминая Что душа Кощея От самого Кощея Далека Я одинок Я жду Освобождения Как хвост кометы Жизнь свою Влача Мне все темней День моего рождения Все громче Богу Молится Свеча В Китае В Древнем Китае Любой чиновник Чтобы стать чиновником Должен сдавать экзамены И один из экзаменов По поэзии То любой чиновник Самый мелкий Должен писать стихи И миллионы Китайцев Вот таких Чиновников Они все Писали стихи Которые То же самое Наверное Все русские Могут Вот если вот так Был бы у нас Такой закон Все бы Владели этим ремеслом Как сочинить Какие-то стихи Но К поэзии Это не имеет Никакого отношения Одно дело Рифмоплётство это Другое дело Поэзия Поэзия это Высшее проявление Вообще Духовности Каждый раз я Приезжаю в Москву Обязательно Иду к Красной площади Я хочу видеть Эту площадку Это удивительные чувства Глазами ищу Следы Высохшей крови О, Родина Как это странно Что в Александровском саду Его могила безымянна И у народа На виду Из Александровского сада Он выползает На твой свет Как хвост Победного парада Влочит он Свой Кровавый след Во глубине Тысячелетней Владимир Солнышко Встаёт И знаменосец Твой Последний По Красной площади Ползёт Его глаза Полны туману А под локтями Синий дым Заткнул свою Сквозную рану Он Бывшим Знаменем Твоим Его слова Подобны Бреду И осыпают Прах Земной За мной Враги Идут По следу Они Не убьют Тебя Со мной О Родина С какой тоскою Кричит Поруганная Честь Добей меня Своей рукою Я криком Выдаю Ты здесь Немилосердное Решение Прими За совесть И за страх У Божьей Матери Прощение Я Отмолю На небесах Судьба На подвиг Не готова Слова Уходят В пустоту И возвращается Он Снова Под Безымянную Плиту Юрий Кузнецов Настолько Неоднозначен Настолько Он Глубоко Выражает Суть Вещей Что он Сумел Через Вот это Выражение Хвост Победного Парада Выразить Невыразимое Невыразимое Боль Невыразимое Горе Ведь Действительно В этом Кровавом Хвосте Была капля Крови Каждой Семьи Из Огромной Нашей Державы Семьи 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 Почему-то В сторону Храма Василия Блаженного К лобному Месту Где обитает Якобы Родина Мать Это Удивительный Образ Он Потрясает Своей Какой-то Подсторонней Силой И мощью Мысли Победный парад В июне 45-го Года Многие Забыли Что парадов То было Два Первый Парад Состоялся В ноябре 1941 Года Участником Этого Парада Был Мой дядя Авсентий Давыдович Слугинов Который Затем Погиб В Крыму Где Погиб И отец Юрия Кузнецова Вот что Нас Роднит Четыре Года Моросил Слезил Окно Свинец И Сыну Матери Спросил Скажи Где Мой Отец Пойди На Запад И Восток Увидишь Дуб Стоит Спроси Осиновый Листок Что на дубу Дрожит И Сын На Запад И Восток Послушно Пошагал Спроси Осиновый Листок Что на Дубу Дрожал Но Тот Осиновый Листок Сильней Затрепетал Твой Путь Далек Твой Путь Далек Чуть Слышно Прошептал Иди Куда Глаза Глядят Куда Несет Порыв Мои Глаза Давно Летят На Керченский Пролив И Подхватил Его Порыв До Керченских Огней Упала Тень Через Пролив И Он Пошел По Ней Но Прежде Чем На Синеву Опасную Шагнуть Спросил Народную Малву Скажи Далек Ли Путь Ты Слишком Юн А я Стар А Господь Тебя Спаси На За Шестою Смерть А за Седьмой Отец Идет Сожжен Огнем На Треть Гора Бугрится Через Лик Глаза Слезит Свинец Из-под Ногтей Дымится Крик Я Здесь Я Здесь Отец Гора Промолвила В ответ От Старости Свистя За Полчаса И Тридцать Лет Ты Был Не Здесь Дитя Через Военное Кольцо Повозка Слез Прошла Но Потеряла Колесо Крымского Села Во Мгле Четыреста Солдат Лежат Лицо В Лицо И Где-то Тридцать Лет Подряд Блуждает Колесо В Одной Зажатые Горсти Лежат Ничто И Все Объяла Вечность Их Пути Как Спицы Колесо У него Получается Проникновение Может Даже Ино Бытие Пограничные Какие-то Состояния Бытия Например Он Ощущает Теняться Как Гамлет Видел Теняться Тень Его Идет К дому Своему А мать Земная Женщина Не узнает Не может Распознать Тень Родного Человека И сын Говорит Родина Мать Иди Хозяина Встречать Он Под окном Стоит Россия Всегда Стояла На границе И Весь Русский Характер Сложился В этих Пограничных Условиях И Конечно Много Западного В русском Характере Но Мне кажется Еще Больше Восточного В стихах Гениального Русского Поэта Мы Обнаруживаем Начало Восточных Корней В освоении Философии Бытия Русского Человека Неоднозначен Русский Характер Поэтому Это Очень Трудно Распознать И В этом Я думаю Не недостаток А наоборот Главное Достоинство Русская Цивилизация Она уникальна Вообще В мире Своей Широтой Своей Добротой Своим Отношением К миру Своей Честностью Честностью Доведенной Иногда До абсурда Очень Невыгодной В В рыночных Условиях Но мне Кажется Что за этим Будущее Будущее Человечества Потому что Будущее Человечества Я надеюсь Жизнется Не на обмане Ближнего Не на его Обдуривание А в более Высоком Божественном Отношении К человеку К миру Вообще Остановились На лету Хребты И облака И шумом Сдвинула К плиту Отцовская Рука Но сын Не слышал Ничего Стоял Как в сумрак День Шатала Сына Взад Перед Он Тень Свою Волок Далек ли Путь Пытал народ Он Отвечал Далек Он Вел Четыреста Солдат До Милого Крыльца Он Вел Четыреста Солдат И Среди Них Отца Ты С чем Пришел Спросила Мать А он Ей Говорит Иди Хозяина Встречать Он Под окном Стоит И Встала Верная Жена Утяни На краю Кто Там Промолвила Она Темно Не Узнаю Кто Там Твердит Да Ныне Мать А Сын Ей Говорит Иди Хозяина Встречать Он Под окном Стоит Россия Мать Россия Мать Да Ныне Сын Твердит Иди Хозяина Встречать Он Под окном Стоит Его Уже Нет С нами Нескоро Еще Будет Раскрыто Понято Это Многослойная Поэзия У него Много Азиатского В его Судьбе Его Жизни Его Даже Личная Жизнь Жена Казашка Близкие Друзья С Кавказа С Кубани Клубиться Пыль Через Долину Скочи Скочи Мой Верный Конь Я Разгоню Тоску Кручину Летя Исполмя В огонь Гроза Гремела Спозаранку А пули Били Наповал Я Обронил Свою Кубанку Когда Кубань Переплывал Не жаль Кубанки Знаменитой Не жаль Подкладки Голубой А жаль Молитвы В ней Зашитой Рукою Матери Родной Кубань Кубанку Заломила Через Подкладку Протекла Нашла Молитву И Размила И В синем Море Повлекла Не жаль Кубанки Знаменитой Не жаль Подкладки Голубой А жаль Молитвы Позабытой Молитвы Родины Святой Клубится Пыль Через Долину Скочи Скочи Мой Верный Конь Я Разгоню Тоску Кручим Летя И Сполымя В огонь Возник обман У нас Перед глазами С почетным Караулом И цветами Могила Неизвестного Солдата К нему Приходят люди На поклон Его покой Велик И место Свято Но почему Он имени Лишен Кому Он Неизвестен Близким Людям Сиротам Овзовелшим Матерям О Боге Суе Говорить Не будем Уж он То знает Всех По именам Тут Сатана Его Расчет Холодный Заставить Нас По нашей Простоте Стирать Черты Из памяти Народной И кланяться Безвеликой Пустоте Какое это Удивительное Чувство Открывать Мысли Великого Человека Пусть даже Опасля Это все равно Найти Драгоценный Камень Кусок Золота Это Относится Ко многим И это Относится К русскому Человеку Цивилизация Которая Сложилась В условиях Степи В условиях Открытого Пространства Миру Вот оттуда И Открытый Характер Открытость Честность Могут Понять Как Простодушие Как Недалекость Не обманешь Не продашь Правила Рыночного Время А русскому Человеку Как ни Странно В этом деле Не очень Он не умеет Обманывать И часто Попадается В такой Искренность Которая Воспринимается Противником Конкурентом Как глупость Иногда так и Получается Поэтому И часто Проигрывается Но Основополагающих Вещях Это Самое Основное Такой народ Никогда Не пропадет У такого народа Бесконечное Божественное Божественное Высокое Будущее Завижили облако В небе Высоком Примечили Дерево В поле Широком Одно Уплывает Одно Засыхает А ветер Гудит И тоску Нагоняет Что Вечного Нету Что Чистого Нету Пошел Я Шататься По белому Свету Но Русскому Сердцу Везде Одиноко И поле Широко И небо Высоко Русскому Русскому